Сейчас я покажу, как легко установить и настроить объектив Pixaero на камеру Xiaomi UI 4K. Более крупные кадры мы будем снимать второй камерой, Xiaomi, в которую уже установлен наш мануальный объектив и переведен в режим макросъемки. Объектив мы меняем для того, чтобы снимать 4K без искажений. В Xiaomi уже есть режим исправления фишая, но, к сожалению, он не работает в 4K. Угол съемки объектива Pixaero около 80 градусов, что очень близко к тому, как видит человеческий глаз. И плюс у вас появляется возможность ручной настройки фокуса от бесконечности до макро. Это объектив, который мы будем устанавливать. А это абсолютно новая камера Xiaomi UI 4K. Для того, чтобы снять стандартный объектив, нам потребуется ключ, который уже идет в комплекте с объективом. В новых партиях объектива в ключ уже идет алюминиевый и точно не сломается. В интернете очень много роликов, где для замены объектива пытаются снять вот это кольцо. Оно очень туго сидит, и у вас не получится его снять, не изуродовав корпус камеры. А либо же придется камеру разобрать, чтобы добраться до объектива. Но у нас есть ключ, и мы не будем снимать это кольцо совсем. Нам нужно лишь поддеть внутреннее защитное кольцо, и, к счастью, оно довольно легко снимается. Не бойтесь, что отвертка немножко поцарапает внутреннюю часть. Она у нас полностью закроется новым объективом. Так, осталось только надеть ключ. И обратите внимание, что выемки ключа должны совпасть с зубьями объектива. Ключ довольно плотно сядет на объектив. После этого берем вороток или отвертку и вставляем в отверстие ключа. И с небольшим нажимом на объектив выкручиваем. Достаточно провернуть пол оборота, и дальше можно прокрутить его руками. Переверните камеру, чтобы не попала на матрицу пыль, и можно переходить к установке нового объектива. Вкручиваем объектив. В отличие от других объективов, объектив Пиксайра вы можете крутить до упора и не бояться, что он упрется в матрицу. Теперь нам нужно настроить резкость объектива. Для этого мы разработали свой метод. Экран камеры очень маленький, и по нему сложно качественно настроить резкость. Для начала настроим ее примерно. Далее нам потребуется наклейка, которая тоже идет в комплекте с объективом. На объективе есть метка, и нам нужно наклеить наклейку так, чтобы пятерка была напротив этой метки. Давайте только на будущее уясним один нюанс. Для большей точности рекомендуется устанавливать объектив на метки слева направо. Подходим с камерой к окну, поворачиваем объектив на единицу, делаем фото, на двойку делаем фото и так далее. В итоге у нас получается 9 фотографий. Подключаем камеру к компьютеру, открываем эти фотографии и листаем, выбираем наиболее резку. Причем обращайте внимание не только на центр изображения, но и на края. У нас, например, получилась самая резкая фотография номер 4. Возвращаем объектив на четвертое положение, и теперь нам нужно переклеить наклейку. Объектив не смещаем, он у нас настроен. Новая наклейка знаком бесконечность должна совпадать с меткой на объективе. Теперь настройка завершена. Можно крутить объектив на другие значения, выставлять резкость, например, на 10 сантиметров, на полметра, назад перенастроить на бесконечность. И можно даже снимать вот такие супер макрокадры. У этого объектива нет минимальной макродистанции. И вот это, например, сахар, который лежит прямо на линзе объектива. Ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, у меня получилось максимально подробно описать каждый шаг установки и настройки объектива. Если появились вопросы, пишите в комментарии, мы постараемся ответить. Подписывайтесь на канал. Счастливо!